Цветет, да еще и как цветет. Вот я сейчас покажу веточку, смотри какая красота. Здесь толпы туристов на самом деле, несмотря на разгар буднего дня, много туристов и много местных жителей. Если честно, мы еле нашли вот свободное дерево, возле которого можно было бы организовать прямое включение. Но такой ажиотаж вполне логичен, потому что по данным Национальной службы парков, со вчера начался именно пик цветения сакуры. Он несколько раз переносился, потому что по первым прогнозам сакура должна была расцвести еще в среднем марта, но из-за необычайно холодной весны по местным меркам эта дата сдвигалась несколько раз, хотя именно это сработало на руку некоторым туристам из других штатов. Мы приехали посмотреть Вашингтон и показать столицу детям. И мы так счастливы, что попали на цветение вишни. У наших детей сейчас весенние каникулы, так что нам просто повезло, что пик цветения начался именно во время нашей поездки. Очень довольны сезоном и работники Национальной службы парков, особенно вспоминая прошлый сезон, потому что тогда цветение вишни в целом было под угрозой, теплая погода резко сменилась, холодная, многие цветки померзли. А вот местные жители, для которых это цветение вишни уже 10-е подряд, или даже 25-й год подряд они туда приходят, здесь есть такие, вспоминают сезоны, когда вишня цвела уже даже, можно так сказать, при летних погодных условиях. Я помню, как приходила сюда еще с моей мамой, и небо тогда было идеально голубым. Было тепло, не нужно было кутаться в пальто. Конечно, никаких смартфонов тогда не было, но мама взяла маленькую фотокамеру, встала под одним из деревьев и сделала самое красивое фото, которое я когда-либо видела. К сожалению, я никак не могу найти эту фотографию, а так хотелось бы ее иметь. На самом деле, сейчас погода достаточно прохладная, где-то 12 градусов тепла, но буквально возле каждого дерева отдельная фотосессия. И если фотографируются девушки, то уже в таких весенних и даже, можно сказать, летних нарядах, нам они рассказали, что, конечно, холодно, но ради хорошего снимка стоит потерпеть. Пару дней назад погода была еще хуже, да и на завтра обещают похолодание. Поэтому я решила, буду фотографироваться сегодня. Даже выходной на работе взяла. Красота, она же требует жертв. На самом деле, в Вашингтоне много где растут сакуры, но это место, приливной бассейн, одно из самых популярных. И, собственно, отсюда сакуры в Вашингтоне начались. В 1912 году деревья, их около трех тысяч, подарил мэр Токио, подарил городу. И с того момента, вот каждый сезон цветения японской вишни приобретает все более, скажем, такой масштабный вид. И сейчас это уже целый большой весенний фестиваль, который, если честно, начинается, наверное, еще с того момента, когда на вишнях только почки появляются, рестораны организовывают и придумывают специальные меню в честь цветения сакуры. Организовываются различные вечеринки. Весь город украшен розовыми цветочками, вплоть до мусорных баков. В среднем, по некоторым подсчетам, город за один такой ярко-розовый сезон зарабатывает около 150 миллионов долларов. Поэтому, конечно, неудивительно, что с каждым годом фестиваль приобретает все новые и новые мероприятия. И вот следующее такое масштабное мероприятие будет уже буквально через неделю. Большой парад в честь цветения сакуры, конечно же, в ярко-розовых цветах.